всех приветствую вы зашли на канал заметки механика приятного просмотра и жду вас снова и не забудьте подписаться и поставить лайк ну что я его собрал это у нас песка струй как вы понимаете все идет в комплекте все обалденно все классно самое что понравилось это конусное дно его не надо встряхивать весь песочек сам под собственным весом проваливается вниз здесь внизу у нас стоит эжекторная форсунка благодаря чему воздушно-песчаный поток с силой выходит из пистолетов в чем я и убедился в комплекте идут разные сопла прикольно крышечка комплекте и тут тоже конус обалденно вот они сопла еще комплекте разного диаметра песочек насыпать одно удовольствие туда нагрузил не надо никаких леек придумывать чего-то еще я не знаю почему раньше так не придумывали загрузил все смел убрал песочек под резиночки закрыл и можно работать вот на примере другого пескоструя загрузка материала надо лейку надо что-то делать я не знаю тут мучиться горловинка маленькая но у нас не конусная мы с этим пескоструем намучились а вот она или очка чтобы загружать песочек как он сразу же здесь влагоотделитель фильтр манометр три экрана регулировки внизу подачи песка здесь силы подачи воздуха и здесь подача в самой в основной резервуар были но мне понравилось еще мне понравилось детали некоторые конечно барашки я бы поменял на другие гаечки но даже есть кронштейн к редуктору что меня удивило и он не висит в воздухе как бы не болтается сделан аппарат добротно я уже им немножко поработал мне понравился ну сейчас и вам продемонстрирую а еще рекомендую работать средствах индивидуальной защиты так что было вам совсем наглядно я нашел ржавую металлическую тут пластину тут и краска вот мы сейчас немножко очистим и вот у нас за 7 секунд идеальная поверхность классно и место пескоструй всегда найдется в мастерской тем более этот пескоструй бюджетный и классно выполнен поэтому ссылочка на продукцию будет в описании в закрепленном комментарии а использование пескостроя зависит только от вашей фантазии поэтому рекомендую а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok CX-5 Skyactiv Technology Красивая подкапотка, чистая Интересный такой автомобиль Кабриолет На Mazda необходимо установить новые пружины перед зад Я вот не знаю это завышение или занижение Комплектик такой Вот так Передние и задние пружинки Мы посмотрим, сейчас разберем И увидим это завышение или занижение Я не знаю На них не написано Что это Что это такое Если бы мы знали, что это такое А так мы не знаем, что это такое Поэтому будем сейчас Skyactiv Technology Разбирать Интересная подвеска у этой современной Mazda Перед многорычажка у нас Рычаг сверху Рычаг снизу Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля Стоит выше рейки Рейка внизу Выворот наверное хороший Сошечки добавить и поехать А где делся передний привод Так нету его Машина заднеприводная Так Чтобы достать нам передний амортизатор Интересно, что Рычаг цельное отверстие сделано Ладно, посмотрим Не нарушать сход-развал Хотя с новыми пружинами Это у нас сход-развал Нужно будет ехать Поэтому скорее всего Мы снимем вниз Рычажок И опустим вниз Через это отверстие В верхнем рычаге Амортизатор В машине пробега практически нет Все грубо штатное Новое Я еще тут немножко подкрылочки Арочки помыл Сделал техническую моечку А зад Зад у нас Более-менее Лучше На мой взгляд Потому что амортизатор Легче будет выниматься Единственное, что нужно Разбирать багажник В салоне Ну и провод Абы закрепили Прикольно Тоже многорычажка Тоже нет пробега Ничего У автомобиля Редуктор задний Какой Красава Машина новая В антикоррозийке Чего-то приговорить Да Но нету Вот это вот Алюминия Тут Это получается Тяга Крепление Редуктора Такая огромная Алюминиевая Да Идет 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 До самой До самой коробки Прикольно И карабас Такой длинный Первый раз Вижу эту машину Ну Я думаю Не последний Приступаем К передним Амортизаторам А там Будет дальше Видно Может Чего интересного Вижу И еще Вам покажу Пока Интересного Так На вскидку Нет Субтитры Ну Что же Передние Амортизаторы Сняты Я Развалиные Болты Все-таки Снял Все-откручивает Все Обалденно Еще В антикоррозийке Блин Какая-то Липкая Такая Вот Передние Наши Амортизаторы Я уже Стяжку Тут Приготовил Для пружин И все-таки Это У нас Завышение Я так понимаю Насколько Ну Не знаю На 2 сантиметра Посмотрим Приступаем К разбору Передних Амортизаторов И Заменой Пружины И Будем Менять Пружины Вот Эта Гладость Она Липкая Мен Вот И собраны Как вы видели Амортизаторы С одним Я немножко Промахнул Потому что Нужно Ставить Эта Часть Ровно Нижнюю Часть Ну По Замку А пружины Оказались Все-таки Заниженные И Теперь Будет Машинка Ниже И Так На Подъемнике Подымал Ну В принципе Зазор Хватает Опустим Посмотрим Так Ладно Устанавливаем Передний Амортизатор На место И Переходим К задним Еще Один Немаловажный Момент Верхнюю Гайку Всегда Нужно Затягивать Вручную Гайковертом Можно Повредить Шток Резьбу И Все Наживлял Я Немножко Потом Чуть Подтянул Гайковертом А потом Вручную Как вы видели Все Дотянул Дотягивается До предела Тут Опорных Подшипников Нет Так Как У нас Подвеска Все У нас Независимо Шаровых Внизу Вверху Шаровые Вот Так Пыльники Отбойники Живые Свежие Машина Новая Можно Так Сказать Переднюю Часть Не стал Даже В таймлапсе То же Самое В принципе Все Стоит Все Обалденно Все Красиво Посмотрим Насколько Она Ниже Станет Все Таки Пружины Оказались Тут Занижение Я Это Уже Говорил Да Заговариваюсь Ладно Теперь Позаду Обшивочек Внизу Обшивочек внизу один болтик открутил здесь в багажнике все обшивки снял и вон там вот вон она две гаечки надо открутить и здесь тоже самое две гаечки везде облегчение алюминике прикольно набор еще тут лежит какой-то все штатная все красота в японцы используют синюю изолента вы говорили синяя изолента это мощь по им к той же самой процедуре замене пружин тут уже я себе сделал пометки где перед амортизатора чтобы не попутать а а а Субтитры сделал DimaTorzok Кузьмич тут пришел в боевых ранениях, кто-то ему заехал по глазу, но глаз живой, теперь сидит отдыхает. Задние амортизаторы мы собрали, теперь устанавливаем назад это все, пружины новые, вот эта вот штука, не, а глянь, тут она высохла, а вот на рычагах спереди все перчатки, весь инструмент, все прилипает. Что это за антикоррозийная обработка такая, не знаю, еще прикольно вот заметили с Егоркой, такие выступы на бампере, интересно сделано, что спереди, что сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кузьмич стул отжал, спит на стуле, да, Кузьмич? Ну, а у меня все с Маздой, теперь у нас ход развал, ну, не знаю, занизилась, прям не настолько, сантиметра на два, хотя в арке еще место, я вот думаю, сюда бы колесики побольше, не? Как считаете, больше колеса или не надо? Было бы красивее. А так кабриолетик зачетный. Начинаем проект орехоструй. У нас есть обычный пескоструй. Песок мы выработали. И сейчас мы загрузим туда ореховую крошку, или, как сказать, измельченную скорлупу грецкого ореха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая фракция получилась у нас достать. Ну, все-таки классно, когда конусная горловина. Раз-раз, засыпал, все. Отлично. Там почти прям, я не знаю, больше половинки. Сейчас будем пробовать, тестировать. Я еще расскажу, какой я пистолет сюда купил. Самый дешевый, что есть, пескоструйный пистолет, с самыми плохими отзывами на всех инструментах я взял. Вот его немножко переделал. Вот такой у нас пескоструйный пистолет со шлангом был. Но мне не понравилась вот эта вот трубка. Она слишком большого диаметра. И я тут вклеил на поксиполе алюминиевую трубочку. Все, как мы любим. Колхоз, дело тонкое. Вот теперь проверим. Нужно соединить вот этот шланг с рукавом пескоструйным. И попробовать, как это все будет работать. А еще заказали вот такие вот насадки для чистки клапанов. Именно под ВАГ. Вот 1,8, 2 литра. На 3D принтере распечатаны. Вставляешь сюда сопло пистолета. И вперед поехал. Песочек сюда, пылесос. Одна модель. И вторая моделька. Тоже посмотрим, как они себя покажут в действии. Это все колхозный и просто проверочный вариант. Сильно не пинайте. Если все наладится, все нормально будет, то я этот пескоструйный рукав, ну он же же абразив хороший держит. Но ореховая скарблупата не такой сильный абразив. Я его поменяю на другой шланг вот здесь. А пока соединил вот так. Ну для проверки, я думаю, достаточно будет. Единственное, что тут диаметр больше. Тут сужается. Посмотрим, как оно все забьется интересно. Самому аж интересно. Попробуем что-нибудь оторешить. Или как сказать, оторехоструить. Вот так это все выглядит. Будем пробовать. Как я и предполагал, все везде в соединениях забилось. Так как крошка от ореха даже в рукаве становилась колом. Только ей подпор, все, она становилась колом. Поэтому орехоструй первой версии с таким пистолетом не заработал. Но мы же не остановимся на достигнутом. Я немножко штатный пистолет переработал. Поставил уже эту трубку, которую сам изобрел тут. С паксиполом, все. И вот теперь при дозировке правильной смеси, ну, ореховой крошки, у нас уже чистит. Результаты пока не покажу. Об этом будет отдельное видео по чистке клапанов. Будет большой выпуск. Я надеюсь, у меня есть уже подопытный кролик, который хочет почистить таким методом впуск и клапана. Поэтому пока мы ставим на паузу. Ну, пескоструй мне понравился. Универсальная вещь. Буду бы еще найти нормальный пистолет для орехоструя. Ну, а для ореховой крошки. И вообще было бы замечательно. Поменял и вперед. Тут подписок оставить. А еще есть такая система по бластинг. Вот это вообще песня. Ну, пока довольствуемся тем, что имеем. Субтитры сделал DimaTorzok